Если у пациента установлен диагноз сахарный диабет, то все препараты ему даются бесплатно, вне зависимости от наличия инвалидности или ее отсутствия, по показаниям. Давайте сразу договоримся, что инвалидность — это степень нетрудоспособности. То есть человек может болеть диабетом, но сам диагноз — это не повод давать ему инвалидность. Он может болеть диабетом 10 лет и иметь медаль Джослина, или 25 лет, не имея осложнений. Он не имеет осложнений, значит, не имеет признаков нетрудоспособности. Нет признаков нетрудоспособности, инвалидность давать нечего. Я немножко далек от этих проблем, вот почему. Потому что мы подчиняемся Минздраву, докринологи, а люди, присваивающие инвалидность, эти бюро медико-социальной экспертизы, не подчиняются Министерству труда. Разные даже министерства. И там существуют какие-то схемы вычисления степени нетрудоспособности, утраты чувствительности, степени утраты функций почек, сердца. Там куча исследований нужно каких-то провести. Мне кажется, сейчас, чтобы получить инвалидность диабетику, то есть, чтобы пройти хотя бы те бюрократические препоны, то он станет инвалидом, проходя их. А вовсе не потому, что диабетом болеет. Огромное количество исследований, которые еще, скажем так, упакованы в некий такой временной промежуток. То есть нужно за определенное количество времени, очень небольшое, собрать все эти анализы, исследования и куда-то представить. Да, безусловно, дают. Но если человек ослеп, он инвалид первую группу, да. Причина диабет. Если он лишился ноги, может получить вторую группу инвалидности. А если мы хороший протез дали, то третью. Ну, я говорю, что сейчас они как-то делятся иначе. Да, безусловно, инвалидность дают. Да, безусловно, дают. Но при наличии степени нетрудоспособности. Если человек трудоспособен, то ему, естественно, никто инвалидности не даст. Почему я это говорю? Потому что, ну, представьте себе, ну, кто бы дал инвалидность тому же Пиле? Чемпиону мира. Он же болеет диабетом. Он болел 20 лет диабетом, 30 лет диабетом. Он играл в футбол, он тренировал сборные какие-то. А инвалидность ему никто не дал. У каждого по-своему протекает диабет. Но, конечно, когда есть поздние осложнения, инфаркт, миокарда, то, без сомнения, конечно, такому человеку инвалидность дают. Раньше чаще давали именно по диагнозу диабет детям до 18 лет. Потом буквально вот недавно пошла тенденция, что стали потихонечку эту инвалидность у всех снимать. И у десятков тысяч людей ее сняли. Но сейчас, слава богу, развернулась ситуация в обратную сторону. Эту инвалидность стали оставлять третьи группы. Вот вроде бы. Которая дает право на некие льготы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!